Современные дети, скорее всего, не поймут, зачем нужна резиночка и зачем на самом деле нужен репейник. А вот мы еще помним и сегодня всех, кто в теме, ждут доководник на сутаремонтной 1А на турнир по дворовым играм «Моя семья, моя пора старт 17.30». Что вас будет ждать? Вас будут ждать, во-первых, интерактивы, фотозоны, дворовые песни под гитару, вызов гномика-сладкоежки, чтобы это ни было. Тиховую даму вызов, наверное. А то будет закапывание общего секретика, видимо, после вызова гномика-сладкоежки. И, конечно, турниры. Резиночка классики, вышибалы, шашки, квадрат, домино, крестики-нолики, броски репейником, море волнуется раз, ну и все такое. На самом деле, заняться будет чем до конца лета, а вот чем именно, нам расскажет Мария Трофимова, директор агентства туризма и продвижения Тюменской области. Мария Сергеевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, мы подготовили доску, и мы хотим знать, чем можно побаловать себя до конца этого лета. Куда сходить, потанцевать, поесть. Я даже встану к ней, да, подойду. Давай, ты у нас видишь таким гидом таким. Итак, первые выходные, которые нас ожидают, это... Ну, начнем с того, что сегодня 10 июля. Окей, да. Я сразу хочу сказать. Можно сегодня? Да, про мероприятия. Вот как раз 6-7 числа прошли такие масштабные мероприятия в городе Тобольске. Это традиционные мероприятия. Музыкальное лето в Тобольском Кремле. Было потрясающее, были оперные композиции. Приезжали молодые исполнители Мариинского театра. Это было невероятное зрелище. Все люди пищали, мы наслышаны об этом. Хоть был и дождь, да, но было такое прям посреди мероприятия. Было, можно сказать, ну, многие говорят, что это чудо, да, когда зазвонила звонница, были колокола, и дождь прекратился. А 6-го... Такой уровень нам нужен дальше. Да, давайте поговорим о настоящем. Что у нас впереди? Впереди у нас мероприятия, которые будут проходить в Ютровском Остроге. Например, Квасной пир. Это когда? Да, это 20 июля. Такое очень семейное мероприятие, семейное событие. Будут народные гуляния, будет дегустация различных видов кваса. Квасно. Да, поэтому как раз в разгар лета можно приехать в Ютровский Острог. Будут различные мастер-классы, стрельба из лука, можно сходить к кузнецу. Всегда много людей собирается, поэтому рекомендуем обязательно, особенно с маленькими ребятишками, будет очень интересно. Народное гуляние будет. Народное гуляние, да. Что дальше? Дальше, если мы с вами двигаемся по календарю, 27 июля, тадам, день города. Да, долгая шутанная гулянка. Да, день города. Обычно это такое мероприятие, очень знаковое для Тюмени. Очень много людей всегда собирается. Буквально там с утра до самого вечера, мы все знаем, что проходят, то есть задействованы различные площадки, проходят различные интерактивы. А давайте город, конечно, а какие будут? Я всегда... Мы отмечаем там 3-4 таких знаковых, да, и в нашем календаре событий отмечен фестиваль «Экстрим-экспо», гастрономический фестиваль «Барбекю-фест». Это где? Это тоже на набережной, либо на пешеходном бульваре, то есть можно в различных локациях встретить. Получается, что в этом году, по-моему, на набережной будет проходить уже второй год подряд, когда предприятия ресторанного бизнеса собираются все в одной локации и готовят такое вот что-то вот именно на барбекю. Мясо наедимся просто, да? Да, абсолютно. Я думаю, что будут различные сюрпризы, новые рецепты, поэтому обязательно стоит посетить это мероприятие. Так, и 27-го числа у нас также проходит театр «Сны улиц». Это большое театральное событие, да, очень интересное. На самом деле, ребята театра «Мимикрия» очень сильно уже развиваются, ежегодно привозят, у них уже такой международный масштаб, привозят театры из разных стран мира. Традиционно это сопровождается тоже мастер-классами, какими-то еще интерактивными форматами. Ну и смотреть, наверное, вы крайне необычные. Да, да. В прошлом году это был парк «Комсомольский», была площадка. Думаю, ближе к дню города мы поймем, какая будет площадка и у театров «Сны улиц». Концерт какой-то будет, какая-то звезда к нам приедет на день города, или это пока секрет? Я думаю, что это пока секрет. Я думаю, что будет, когда сформирована афиша дня города, все обязательно об этом узнают. Переходим к августу, давайте. Переходим к августу. В августе мы все будем готовиться к одному такому масштабному событию, это юбилей нашего региона. 14 августа, с 14 по 17. Три дня будем гулять. Три дня, четыре практически, да. Но самый масштабный ведь, наверное, 17 будет, когда никто не работает. 17, да, выходной день, когда... И что там будет в этот день, давайте, коротко и ясно? В этот день основное мероприятие, это будет на площадке стадиона «Геолог», где у нас будут разворачиваться народные гуляния с участием наших муниципальных образований, приедут, будут различные коллективы представлены, плюс будет также гастрономическая составляющая, обязательно будут мастерские, то есть наши мастера-кудесники будут представлять сувенирную продукцию ручной работы. Это все будет проходить в первой половине дня. Также у нас в Елутровске в этот день будут проходить мероприятия, которые будут посвящены августовским спасам. Это яблочный спас, медовый спас, хлебный спас. Елутровск всегда удивляет в этом плане, очень, опять такая будет, гастрономическая составляющая, да. Поэтому можно будет съездить, отведать любые медовые вкусы. И яблочные тоже. И яблоки, да, поэтому очень интересно. Что еще в августе? И август у нас закончится еще одним таким интересным событием, которое называется Уха-Царица. Проходит традиционно в Тобольске, на открытом воздухе. Либо это может быть гора Алимасова, либо это будет туристический комплекс Авалак. Какого числа это будет? Это будет 31 августа, как раз последний летний день. Надо будет подождать. Соответственно, сюда также съезжаются семьи, либо те, кто являются ценителями ухи, рыбы, да. Никто не соскучится, и каждый найдет для себя именно то событие, которое его будет. Ну, помните, 1 сентября все... Безусловно, безусловно. Все на эти. Вернулся на день. Спасибо большое. Спасибо. Будем веселиться. Да, спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!